Герои Победы. Так называемые сегодня те, кто встал на защиту Родины на передовой, в партизанской войне и в тылу. Они приближали день победной весны 45-го. Александр Григорьевич Архипов один из них. Северный флот стал для мальчишки линии фронта. 15-летний юнга не уступал силой духа и мужеством взрослым морякам. Отражение атак немецких самолетов и торпед подводных лодок противника, многочасовые вахты при сопровождении караванов-союзников. Это лишь малая часть того, что приходилось сделать Александру Григорьевичу во имя Победы. Надо сказать, что война-то была очень жестокая. Очень. И в этой войне участвовали не только взрослые, но и дети. В 1942 году была организована Соловка школа юнг. И вот в этой школе юнг мы, 15-летние ребята, учились военному мастерству, военным специальностям на кораблях. А потом, когда мы закончили, уже была служба на кораблях, боевая служба. Александр Григорьевич вместе с такими же, как он, защитниками Отечества в роковые сороковые, был приглашен руководством Ленинской администрации в те места, где начинала коваться Победа. На знаменитую заставу номер 9, которая сегодня носит имя Героя Советского Союза, героического защитника Брестской крепости, лейтенанта Андрея Кижеватова. Брестские пограничники первыми отражали натиск фашистской нечисти. По зову сердца и по велению долга вставали в полный рост на пути врага, мужественно отражая его яростные атаки. Около месяца длилась героическая оборона. Даже циничный противник был потрясен героизмом защитников крепости. С первых дней войны, отстаивая каждую пять родной земли, советский солдат закладывал основу грядущей победы. В музее Кижеватова на одноименной заставе былые солдаты вернулись в события кровавых дней. Мы сегодня посещаем погранзаставу имени Кижеватова, посетим музей, познакомимся ближе, чтобы наши ветераны сегодня посмотрели и быт тех наших пограничников, которые несут службу сегодня здесь, ну и в какой-то степени сравнились с тем, что было раньше. И сегодня вспомнить историю, вспомнить те страшные дни. Безусловно, конечно, очень важно здесь, непосредственно на государственной границе, среди тех людей, которые 69 лет назад стояли насмерть, защищая нашу свободу и независимость. Патриотические акции, конференции, круглые столы с участием ветеранов. В канун Дне Победы эти мероприятия проводятся ежегодно. Но каждый год, каждый форум с участием седовласых героев становится особенным, поскольку присутствуют на них живые светители войны, ее участники, которых с каждым годом становится все меньше. А потому столь важно помнить ищет людей, которые отстояли независимость и свободу нашего Отечества.